В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Строительство жилья в Кукпикте началось. Праздник национальных игр. Карагандинские бойцы вновь на пике победы. Мост через речку в районе рабочего поселка Сортировка непригоден для проезда. Причина все в том же апрельском наводнении, от которого пострадал поселок Кукпикте. Мощный поток размыл все подступы к переезду. Почти два месяца прошло с того момента, как талые воды прорвали дамбу и затопили Кукпикты. Уже многое сделано, но люди все еще продолжают натыкаться на последствия этого потопа. Жители рабочего поселка Сортировка лишились моста через речку. Конечно, назвать это сооружение мостом можно с большой натяжкой. Так, две железнодорожные платформы, сваренные и установленные на месте переезда. Когда-то здесь стоял настоящий мост, к изготовлению которого приложили руки инженеры. Но несколько лет назад одюреалюминиевую конструкцию кто-то украл. Предприимчивые граждане, скорее всего, распилили мост на части и сдали его на металлолом. После этого неприятного инцидента через речку и перекинули железнодорожные платформы. Несколько лет местные жители пользовались этой переправой. На той стороне реки находятся дачи и кладбище. Но после наводнения подъезды к мосту сильно размыло. Появились глубокие ямы. Да и самому сооружению тоже досталось. Поток принес огромные льдины, которые покорежили, погнули металл. А посередине моста образовалась пробоина. Местные жители и дачники жалуются на то, что теперь им приходится делать большой круг, чтобы оказаться на той стороне реки. Как паводок прошел, так его сдвинуло с места. Вот поэтому так размыло. Нам очень не хватает моста. Потому что все дачники едут в объезд. И мой зять тоже. И что везти, и что привезти, видите, как я везу. При помощи велосипеда везу рассаду. Это очень-очень сложно. Нам очень нужен мост. Автомобилисты тоже теряют здесь бамперы и бьют стойки. А таксисты тут же повысили свои тарифы. Жители рабочего поселка обращались в Акимат Октябрьского района, надеясь, что чиновники решат возникшую проблему. Прошло уже несколько недель, но никаких активных действий нет. А ведь дачный сезон в самом разгаре. Тут и восстанавливать, в принципе, нечего. Это привезти. Ну, может быть, два самосвала, земли засыпать и все, и все проблемы. И не знаю, там мелочные случаи, а тянется уже сколько вот уже. Руководитель городского отдела коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог Марлен Шалфтаков сообщил, что тоже знает об этой проблеме, так как недавно был в сортировке. Но этот мост, как и сама дорога, на их содержании не числится. Если ремонт переезда и будет проводиться, то только за счет спонсорских денег. Ищите деньги, господа. В Карагандинской области, в поселке Кукпикте, началось строительство 50 домов для людей, пострадавших от наводнения. Балжан Авдишев, первый руководитель региона, побывал на стройплощадке. Сейчас подготовлены первые 30 площадок. Отстраиваться будут в течение всего лета. Полностью строительство запланированных 50 домов на 57 квартир будет завершено до сентября 2014 года. За строительство домов отвечает карагандинская фирма «Аспап». Общая площадь возводимых зданий достигнет 3750 квадратов. Сегодня мы 20 начинаем, и до сентября месяца мы все эти дома закончим. Для этого мы все это время подготовили всю экспертизу, экспертизу грунта. 11 разработали типовых проектов, потому что дома разные, начиная от 34 квадратных метров и более 30 100 квадратных метров. И по всем этим вопросам, я думаю, мы своевременно сроки закончим. Строительство финансируется из областного Акимата. На эти цели было выделено около 300 миллионов тенге. А из средств Акимата Бухаржирауского района были оплачены работы экспертных и проектных организаций. Кроме этого, пострадавшим жителям Кокпикты перечислено 182 миллиона тенге на ремонт домов и 82 миллиона на приобретение бытовой техники и мебели взамен испорченной. Материальная помощь оказана из средств общественного фонда. Как сообщалось ранее, наводнение произошло ночью 31 марта. После прорыва плотины в селе Кокпикты было подтоплено более 300 домов. Погибли 5 человек, еще 12 были госпитализированы. Семьям погибших выплачена материальная помощь в размере миллиона тенге. В связи с ЧАЭС возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, собственника плотины и арендатора водохранилища. Какова реализация государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» в Карагандинской области? Как обеспечить правильный досуг молодежи? Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на аппаратном совещании. Рабочая встреча прошла под руководством Акима области Бауржана Абдишева. В начале совещания глава области Бауржан Абдишев проинформировал собравшихся о кадровых изменениях. Приказом председателя агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей Асаинов Бауржан Адельханович назначен на должность руководителя департамента по защите прав потребителей Карагандинской области. «Семь шестого года рождения, имею два высших образования, девяностое войско в войну, так как он учился с Казахстанской горно-методотехнологический институт, в 2000 году королевский экономический университет, в котором лификация инженер-механик-юрист, с 2001 по шестой год работал органом прокуратуры, начальником отдела по надзору прокуратуры города, В Карагандинской области проводится большая работа по трудоустройству молодых людей в период летних каникул. В 2013 году по государственной программе «Жасл-Ель» были трудоустроены молодые люди в городах Тимиртау, Приозерске, Каражале, Шахтинске и других моногородах области. Благодаря реализации программ «Занятость-2020» и «Дорожная карта занятости-2020» заметно снизился уровень безработицы среди молодежи. Участникам программ «Занятости» предлагается трудоустройство на социальные рабочие места, профессиональное обучение и переобучение, также получение микрокредитов на развитие собственного дела. Болевед молодежи безработицы по итогам 2013 года составил 4,4%. Как видим, доля молодых безработных динамики последних трех лет имеет тенденцию уменьшения. Этому факту способны действия с 2011 года программы «Занятость-2020», а с июня 2013 года программа «Дорожная карта занятость-2020», программа «Разметь территорию». В Карагандинской области активно работают центры по работе с молодежью. В высших и специальных учебных заведениях проводятся разъяснительные работы по реализации государственных программ. За 2013 год в рамках реализации программы «Разметь территорий» по вопросам трудоустройства обратилось 18 тысяч молодых людей от 16 до 29 лет. Из них 4100 из сельской местности трудоустроено 15200 человек, или 84,4% от числа обратных сил людей. В ходе аппаратного совещания Бауржан Абдюшев интересовался работой всех моногородов области по реализации данных госпрограмм. Акимы городов и районов Карагандинской области отчитались перед главой в онлайн-режиме. Во всех регионах работа с молодежью проводится также активно. «Всех выпускников городов и районов, которые выпускаются, мы получаем на все должны знать, кто остался в селе, чем занимается, кто поступил в учебные заведения или колледжи, еще куда-то, сколько на гранты, сколько на коммерческие, каким образом они где находятся». Вопросы, разъяснения и пропаганда программы «Дорожная карта занятости-2020» – главная задача, которая ставится перед управлением молодежной политики и всеми группами, занимающихся делами молодежи. В завершении аппаратного совещания Бауржан Абдюшев поручил Акимам всех городов Карагандинской области организовать несколько пропагандистских бригад, составить график, выезжать в регионы и проводить встречи с молодежью. Гульнур Жакен, Олжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В Центральном парке города прошел второй областной турнир «Алтансаха» по возрождению национальных традиций, обычаев, а также игр, организованный с помощью управления по вопросам молодежной политики области и общественного объединения Ассоциации студенческих организаций «Жасутан». Глава государства Нурсултан Азарбаев не разу отмечал, что на молодежь возлагается большая ответственность за сохранение духовных ценностей и патриотизма. В этой связи в Караганде проведен областной турнир «Алтансака». Сегодня участвует 27 команды. Цель данного мероприятия – это пропаганда патриотизма, пропаганда традиций казахского народа. В рамках турнира проводились областной чемпионат по игре «Ассакато. Перетягивание канатов». Турнир объединил участников со всех регионов области с целью возрождения национальных традиций, обычаев и игр. С каждым годом, это уже как традиция, каждый год с силами молодежного крыла «Жасутан», с силами молодежной организации «Жасурда» проводится вот такой чемпионат, как Ассоциации. Благодарственными письмами от Акима Карагандинской области были награждены победителем. Им также были вручены дипломы и ценные подарки. Жезер Адреимова, Бахтяр Успанов, 1-й Карагандинский. Единственный в Казахстане карагандинский конкурс «Ученик года» стал популярным среди учащихся города. В школе-гимназии номер 38 две школьницы завоевали гран-при конкурса, а шестиклассница – призовое первое место. Если есть звание «Учитель года», то почему не может быть и «Ученик года»? Городской конкурс «Ученик года» стал основной частью системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми в рамках реализации городской программы «Одаренные дети». Весь учебный год шла работа по отбору учеников для участия в конкурсе. Ведь это престиж школы. А для выпускника огромный плюс для продолжения учебы в высших учебных заведениях. Валерия Волошина, выпускница 38-й школы, завоевала не только гран-при конкурса «Ученик года-2014», но и грант на обучение в Казахстанском гуманитарном юридическом университете. Именно победа в конкурсе и знание казахского языка дали основание выбрать Валерию из 125 претендентов со всего Казахстана для бесплатного обучения в ВУЗе. Грант Валерия получила из рук Максута Нарекбаева, ректора Казахской государственной юридической академии. «Ой, конечно, все очень были рады, все надеялись и очень ждали от меня этой победы. И все, я принесла все-таки эту победу в семью. Это, конечно, очень, как сказать, большая помощь моему папе. Я об этом очень мечтала, чтобы учиться бесплатно и, как сказать, все те, оправдать надежды своей семьи». Рада семья Волошиных, но и рады и преподаватели 38-й школы гимназии. Три ученицы завоевали победные места в конкурсе. Это и их победа. «Я хочу даже выразить благодарность родителям, что они выбрали нашу гимназию, и они принесли славу нашей гимназии, потому что многое зависит сейчас от семьи. Но мы вот в нашей гимназии, мы едины. Мы едины семьи наших учеников, коллектив, школы, преподаватели. Мы единая семья. Благодаря этому мы можем победить». Манзура Рахимова тоже стала обладательницей Гран-при. Но это вовсе не значит, что она все время отдает учебе и только учебе. Восьмиклассница имеет черный пояс по тайквондо, активная участница всешкольных общественных дел, непревзойденный математик. «Больше всех мне, конечно, помогли мои родители, моя мама и тетя. Но они меня поддерживали на протяжении всего конкурса. Также мне помогли мои друзья, которые на последнем выступлении также участвовали в моей самопрезентации». Свои силы пробует и шестиклассница Азарема Успанова. У нее уже около 20 дипломов от различных конкурсов. Последний она получила за первое место, которое она заняла в ученике года 2014. Недаром говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. Азарема играет на флейте, музыка открывает новый мир, восприятие окружающей среды. Талант надо поддерживать и развивать. Этим занимаются преподаватели и семья. «Получаешь уважение от окружающих. И само очень интересно участвовать в этих конкурсах. Очень многое узнаешь, знакомишься с разными новыми людьми. Очень интересно. И мне тоже в будущем пригодятся все эти грамоты». Тантем семьи и школы дает поразительные результаты. Когда не надо заставлять, а надо только направлять ученика. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов. Первый. Карагандинский. В Доме культуры молодежной прошел отчетный концерт, где собрались самые талантливые участники художественной самодеятельности. В концерте участвовало более тысячи ребят и взрослых. В честь 80-летия Караганды в Октябрьском районе прошел галоконцерт. В нем участвовали творческие коллективы, в которых занимаются любительские артисты от 3 до 20 лет. А самый взрослый участник концерта – Народный хор ветеранов войны «Вдохновение». И хотя выступать на публике непросто, этому можно научиться. Чтобы подготовить своих воспитанников к выступлениям, руководители проводят отчетные концерты. Отчет – это формальное название настоящего праздника души. Сегодня в нашем Доме культуры удивительный день, замечательный праздник. Сегодня это день отчета, отчета каждого коллектива, каждого ребенка, который занимается у нас здесь, в нашем Доме культуры. А занимается у нас детей очень и очень много. У нас только более 26 коллективов. В зале собрались одноклассники ребят, их преподаватели и просто жители города, пришедшие поддержать молодых исполнителей. В концерте были различные номера. Участники перей танцевали, показывали свое мастерство и понимание национальных традиций. Зрители и артисты в момент выступления были единым организмом. Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. Чемпионат по смешанным единоборствам по версии ММА собрал в России спортсменов из самых именитых бойцовских клубов. Всего состоялось 16 боев в различных весовых категориях, участие в которых приняли бойцы из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Азербайджана, Афганистана и России. Честь города защищал карагандинец Рамзан Альгиреев. С нетерпением зрители ждали выхода на ринг и бесспорного фаворита чемпионата. Победителя международных турниров Рамзана Альгиреева уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. Бой прошел стремительно. Карагандинский боец, выбрав удобную позицию, применил болевой прием и соперник сдался. Победители турнира, кроме денежного вознаграждения, получат дубликат пояса АСБ. В случае, если боец три раза выиграет ежегодный чемпионат, проводимый компанией, он станет обладателем оригинального пояса лиги АСБ стоимостью в 100 тысяч долларов. Юный боец уже выиграл три раза в поединке. 22 июня будет финал игры. У нас в России, в Грозном, проходит чемпионат мира по боям без правил. Нас там собрали с 20 стран мира. Организация называется АСБ. Разыгрывается пояс стоимостью 100 тысяч долларов. И мы сейчас в финале три боя провели. Удачно три боя выиграли. Единственный казахстанский боец, выступающий в основной группе турнира М1 Челлендж 48 «Битва намадов» Рашид Дагаев, одержал победу в первом же раунде поединка против испанцев в весе до 77 килограммов. Эта победа была завоевывана в Астане. Меня поставили в пятерку, в файт-карт, лучший супербоёв вечера. Соперник у меня был из Испании, Джерардо Нунез. У него до этого было пять боёв без поражений. Успешно выступил на этом турнире. Теперь бойцы будут готовиться к следующим соревнованиям. Ближайший турнир – чемпионат Европы, который состоится летом. Желаем удачи нашим спортсменам. Жизира Дреймова, Бахтер Роспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Аман Сауполнгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова